Многое из того, что сегодня говорили депутаты, в этом же зале звучало прежде немалое количество раз. К примеру, о проблеме недофинансирования строящихся школ, больниц, дорог и мостов. Каждый четверг парламентарии говорят многократно, и их тревоги имеют на то основание. Пока строители ждут очередного денежного транша, то, что уже отстроили, разрушается. В итоге, как выразился сегодня Достан Джумавеков, деньги на ветер. Примерно такая же ситуация, по словам Мирлана Джейнчо Роева, сегодня складывается из программы госипотеки. На ее реализацию средства выделяются немалые, а результат практически никакой. На создание этой компании мы выделили миллионы. На ее расходы, на офис, на бензин. В итоге, вы посмотрите, она одобрила всего 25 заявок. Как такое возможно? Всего же рассмотрено 48 заявок. Более того, до сих пор неизвестно, кто является членом комиссии. Ее работа должна быть открытой и транспарентной. Назовите все фамилии, чтобы не было сомнений. Речь о кадрах в правительственных органах вскоре завел Рыскельды Момбеков. Точнее, о чиновниках, которые, по мнению депутата, получают кучу выговоров, но по-прежнему сидят на своих должностях. Как, например, глава фонда госимущества Алмазбек Кадыркулов. Момбеков призвал премьера, цитата, не нянчиться с такими подчиненными и увольнять, не задумываясь. Далее парламентарий потребовал, чтобы в Кабмине также разобрались и с руководителем департамента лекарственного обеспечения. По данным депутата, этот чиновник устроил в своем ведомстве рассадник коррупции. В департаменте лекарственного обеспечения не проводится никаких лабораторных исследований. Большинство завозимых препаратов, если не поддельные, то просрочены. Разрешения выдаются не бесплатно. Говорят, что даже есть расценки от 500 до 1500 долларов. Более того, директором там работает человек, который сидит на этой должности более 15 лет. Больше, чем Аскар Акаев уже к сроку управления Турдакуна у Субалиева подходит. Чиныбай Акунович, дайте, пожалуйста, поручение профильному комитету. Пусть наши коллеги разберутся. Озвученное депутатом Алтынбеком Джунус Улу, кстати, также можно отнести в разряд кадровых вопросов. Как отметил парламентарий, недавно вместе со своими коллегами посетил Соединенные Штаты. Они провели там ряд встреч с сенаторами, но возмутило депутатов поведение нашего посла. Мы задали Кадыру Токтогулову свои вопросы, в том числе и по судьбе денонсированного соглашения с Соединенными Штатами. Но наш посол просто нас проигнорировал, мол, мы ничего не понимаем, потому что молодые депутаты. Я бы хотел обратиться, чтобы на посты послов в крупных державах назначали более опытных дипломатов, которые знают свое дело. Впрочем, звучали сегодня из уст депутатов и другие темы. В череде проблемных вопросов, присутствующих, можно сказать, позабавил Камчебек Джулдошбаев, который поднял вопрос качества колбасы, продающейся на Оржском рынке. Все вы, уважаемые депутаты, едите колбасу. И когда вы ее потребляете, прошу вас обратить внимание. Чинобай Акунович, смотрите, все мы кушаем колбасу. Так вот, если килограмм мяса сегодня стоит 300 сомов, то кило колбасы 280. Это как получается? Ее готовят из отходов, что ли? Ладно, мы, взрослые, колбасу запиваем этиловым спиртом. А что же наши дети? Они ведь тоже едят колбасу. Ну и, конечно, сегодня большинство депутатов говорили про случившуюся в начале этой недели трагедию в Кадамджайском районе. Одни ругали МЧС за то, что беду можно было предотвратить, другие, наоборот, хвалили, мол, оперативно сработали. Манас Ачгитов, Бахат Кушалиев, НТС.